Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов. Продолжаем наши монологи о нахлости, в который раз уже с Сидоровки. Похвастаюсь, что я еще один микрофон утопил, так что старый ломанный какой-то достал. В Сидоровке теперь плавают два родовских микрофона. Ой, ну бог с ними! На самом деле я хотел сейчас без рыбы так поделиться, а то рыба отвлекает очень весь фокус внимания на нее. Все-таки экипировка. Я обещал рассказать, во-первых, о впечатлениях о посохе Патагония, ну и дальше еще по мелочи. Ну, все меня, часто меня ругают за мою приверженность Патагонии, но вот сейчас я могу сказать четко, что посох мне не понравился. Может, это и неправильно рассказывать, так, про собственный товар. Ну, значит, буквально в двух словах. Нет, сам качество посоха мне нравится, и то, что он тоненький, не так парусит в воде. По толще и Симс, и Орвис, и Сноуби, они толще существенно, толстый алюминий, и парусит, болтается на сильном течении. Но суть не в этом, а в том, что здесь ретривер был прикреплен к такой полосочке, которая крепилась вот сюда в рукоятку. Буквально через два часа я обнаружил, что у меня посох плывет, потому что эта фигня вырвалась. Вот, ну, то есть это, мягко говоря, никуда не годится, и это надо, конечно, переделывать. Второе, то, что все-таки сумочка, вот этот чехол мне категорически не нравится, в нее неудобно. Она как складывается, у тебя же сзади обычно эта штука, то есть надо переворачивать, убирать обратно. А поскольку ты целый день туда-обратно его складываешь, то вот это неудобная история. Ну, еще раз, сама вот эта конструкция нормальная, то есть мне она понравилась, да, собрал, разобрал. Единственное, я всегда рассказывал, что должно быть стыки с металлическим кордом. Вот тут я не уверен, может быть, это и неплохо, потому что здесь такая плетеная, очень плотным таким силиконовым пластиком, и очень толстая такая веревочка внутри, вот, вот это вот история нормальная. Ну, и то, что он убирается, то есть он складывается вот в такую маленькую, хотя, опять же, можно было и меньше. Вот, то есть просто за пояс сунул и все. Ну, то, что она оторвалась у меня в первый же день, и то, что сумка неудобная, просто все эти преимущества остальные сводит на нет. Это отвратительно. Это то первое, то, что я сказал, то, что мне не понравилось. Дальше я себе взял, точнее, Женя взял это для Кумжи, но вот сейчас я на съемку попробую нормальные грилсы, как бы все это в плане солидности, прочности удочки вопросов нет. То есть это 11-футовый, да, если я не путаю, 11-футовый Харди, да, 5-6, это Демон, 330-ый Синтрикс, то есть сама удочка идеальна, то есть это свитч, как одноручник на коротке, а ловля вся на коротке, и я на лидеры вчера вот 103 самочку поймал, но это была у меня 7-8 палка. Вот, поставил катушку роз, абсолютно идеально, мне очень нравится и регулировка тормоза, и внешний вид, она подходит в фурнитуре, прям супер. Отвратительный шнур, да, я как бы, ну, чужое ругать может быть и нехорошо, но пластик грубейший. Сейчас холодно, несмотря, кажется, на видео солнышко, на самом деле 5-6 градусов всего, и стыки все, то есть не стыки, а петли, ну вот из-за того, что пластик дубовый, не знаю, они гигантские. Вот для пятого класса, для этой удочки, я не понимаю, как можно было такую фигню сделать. Толстенный, то есть ты ловишь на лидере постоянно, а у тебя это со сменными концами голова, то есть ранинг-голова, голова-конец, конец-типет, вот это брум-брум-брум, да ё-моё, да ну что за... Причем у меня такой же ривовский шнур, все нормально проскакивает, да, тидидим-тидим, так проскакивает, но это просто, ты паркуешь рыбу, а у тебя не идет она. Ну, ребят, ну нельзя такие шнуры делать, ну ё-моё, у меня были другие луповские шнуры, но не было такой проблемы, а это меня просто выбешивает. Вот я не знаю, срезать и оставить корт что ли там, да, ну это тоже фигня. Все модно, подписи, конечно, но лучше без подписи это было бы, я имею в виду на стыках, тут что за шнур, что за конец подписано, но такие нельзя петли делать, слушайте, это полный бардак. Вот, чего-то я расшумелся, да, ну все остальное про рыбалку либо посмотрели, либо еще посмотрите, с рыбалкой все отлично, я только еще раз, сотый раз скажу, что наши неофиты рыболовы, которые ездят только в июне, в начале июля, это, конечно, полная ерунда. И в июле, и в августе рыба прекрасно ловится, ее больше, здесь она стоит уже там по карманам, по дырочкам, и ловля очень интересная, борьба интересная, вот, и погода интересная, без мошки, без всего. Хорошо и в июне съездить, но и можно попасть не на рыбу, а до захода, или еще не вся рыба зайдет. Ну а в августе рыбалка интересна тем, что, да, рыба симпатичная, разноцветная, вот, удочку можно легкую использовать, реку переходить, воды меньше, как-то, ну, уютнее, вот, поэтому не глупите, не зря, финны ездят весь август, у них выкуплено много лет вперед на эти реки и правильно делают. Они разбираются в рыбалке больше нас. Ладно, друзья, мы увидимся, подписывайтесь на канал, смотрите про рыбалку, и кому не нравится, не смотрите про снасти, дело ваше. Пока!